МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впервые разговор о культуре зашел на столь высоком уровне. На заседание государственного совета собрались известные артисты, режиссеры, музыканты и главы регионов. В этом году в отрасли произошли глобальные перемены. В фестивале, концерты, выставки, одним словом, культурная жизнь в стране кипела. В России отремонтировали тысячи домов культуры и построили сотни новых современных дворцов. А в ближайшее время работникам отрасли предстоит сформировать в стране основы государственной культурной политики. Этот проект должны разрабатывать не только деятели культуры, поддержать их начинание необходимым региональным властям. Год завершается, но остается немало проблем. К примеру, в список ЮНЕСКО внесено лишь 27 российских объектов. Решить эти проблемы возможно, отметили члены совета. Это вопрос времени. Но поддерживать истинные ценности в стране будут и дальше. 2015 объявлен в России годом литературы. И в мире должен подрасти интерес к русским произведениям и их авторам. Правительство Чуваши утвердило план действий по реализации послания президента страны. Документ направлен на повышение конкурентоспособности экономики, улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, обеспечение высокого качества жизни населения, повышение эффективности бюджетных расходов. О других вопросах повестки дня в нашем сюжете. О работе, проделанной за последние 4 года, отчиталось Министерство культуры по делам национальности и архивного дела. Подробный доклад можно найти на сайте ведомства. Что касается основных направлений, то усилия были сосредоточены на укреплении материально-технической базы и повышении заработной платы работников отрасли. Благодаря целевым программам удалось отремонтировать целый ряд сельских домов культуры. Многие получили новое оборудование и сценические костюмы. 2014 год, объявленный Годом культуры, стал квинтэссенцией. Сетевой марафон культурных событий и другие мероприятия, проходящие вне его рамок, собирали множество зрителей, которые высоко оценили способности наших исполнителей, художников-писателей. На заседание правительства также распределили средства, поступившие из Фонда капитального ремонта. Проектом предусмотрено распределение средств Государственной корпорации, Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в сумме 66,8 миллионов рублей. Республика подала заявку, заявка была успешно защищена, средства сегодня поступили. А также сумма в объеме 45 миллионов рублей на проведение капитального ремонта из республиканского бюджета на квартирных домах по муниципальным образованиям. Со следующего года увеличится ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей. В 2015 году на уровне 16 481 рубль. На сегодняшний день эта сумма составляет 15 309 рублей, то есть рост к будущему году будет больше на 1172 рубля. Данная величина представляет собой прогнозную оценку среднедушевого дохода населения Чувашской республики в среднем за месяц и рассчитана на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской республике. На заседании Кабинета министров руководителям городской клинической больницы номер один и Чебоксарской гимназии номер один вручили благодарность аналитического центра при правительстве России за участие в первом ежегодном конкурсе профессионального управления проектной деятельностью в государственном секторе «Проектный Олимп». Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. Цены на продукты питания на особом контроле республиканских властей. Сегодня ревизорами стали сотрудники Минканом развития Чувашии. Просто я, конечно, заметила, но в основном меня очень возглавляло, что повысилась цена на гречку. И даже услышала такое, что вот однажды на маршрутке, на общественном транспорте, слышала, что говорят, что вот уже гречка, она стала пищей богатой. Вот это меня, да, оно еще молока и хлеба, кажется, значительно такого изменения не заметила. Продукты заготовишь осенью, самые основные продукты, а так-то потихонечку покупаешь. Я бы не сказала, что выросли. А, они вырастут, так и не заметишь. Цены на отдельные виды товаров сотрудники Минэкономразвития объясняют изменением курса валюты. Со стабилизацией этого курса цены тоже должны перестать расти. Посещая несколько магазинов, мы сегодня посмотрели, что ассортимент товаров, который представлен в предприятиях торговли, он широкий, выдерживается в полном объеме. Никаких пустых полок мы не увидели. Значит, цены на товары, конечно, они варьируются от самых низких до высоких. Есть товары, которые, они могут быть приобретены населением, у которых низкий доход. Они у нас обозначены желтыми ценниками. Есть товары, конечно, которые чуть повыше. Но хотелось бы сказать, что выбор для потребителей имеется в зависимости от уровня доходов. Постоянно работает горячая линия, проводятся ежедневные мониторинги магазинов и операторов оптовой торговли. Поступающая информация направляется в соответствующие организации, органы местного самоуправления, а также в Чувашское отделение Уфас России. В Чебоксарах работает горячая линия для сообщения о завышенных ценах на продукты. Информацию принимают в мэрии, в управлении по развитию потребительского рынка и предпринимательства по будням. Горожане могут пожаловаться на слишком высокие наценки на социально значимые продукты питания по телефонам 23 50 55, 23 50 57, 23 50 58, 23 50 59. Самый частый вопрос, который взрослые задают детям – что вы сегодня кушали? Депутаты Чебоксарского городского собрания подошли к делу, как обычные родители и проверили качество питания в детских садах и школах столицы Чувашии. Как повлияла ценовая политика на детское питание вместе с народными избранниками, выясняла и наша съемочная группа. Стоимость питания сейчас у детей осталась прежней, но продукты, которые дети кушают, она уменьшилась. Продукты же подорожали. А какие продукты подорожали? И молочные продукты, и мясо подорожало. Мы вот ходим по магазинам, мы смотрим, что молоко и творог, они не подорожали так сильно, чтобы уменьшился выход. Завтрак в первом лицее стоит 16 рублей, обед – 40. Такая цена едина для всех учащихся. Меню составляет комбинат питания, который, в свою очередь, согласует его с Роспотребнадзором. Заведующая школа поделилась, что в связи с подорожанием отдельных продуктов пришлось урезать порции. К примеру, творожная запеканка на столе у младшего школьника сегодня весит 50 граммов, вместо привычных 75. Подобная ситуация совершенно неприемлема, уверены народные избранники. Продукты, хоть и подорожали, но не все и не настолько, чтобы сокращать порции на 20%. К тому же, с поставщиком заключался контракт до конца учебного года, и повышение цен с его стороны в данном случае не санкционировано, отметила заместитель главы Чебоксар Ирина Клементьева. Несколько иная ситуация в 60-й школе. Стоимость питания здесь осталась неизменной. Однако порцию удалось сократить не на 20, а всего на 8%. Так или иначе, школа штрафует Роспотребнадзор за несоблюдение колоража продуктов. Даже незначительное уменьшение порции является грубым нарушением. В некоторых школах комбинаты довольно существенно изменили нормы порции. Это считаем, конечно, неправильным. Может быть, в качестве предложения будет рассмотрен вариант на будущие торги выставлять не только цену в контракте и количество, а еще и граммы. Может быть, даже пойдем следующим шагом, разработаем единое меню для всех школьников и для всех школ. И согласно этому меню будет поступать уже комбинаты школьного питания, заключать контракты и поставлять обеды. В справедливости ради стоит отметить, что на питании в детских садах повышение цен не отразилось. Порции не уменьшили. Четырехразовое питание в детских садах города не превышает 90 рублей в день. Питание такое же, цены у нас такие же остались. Мы сравниваем с ценами на сайте Айк Агроинноваций. Нет, самый главный, выход продукты изменился? Выход продукты не изменился. Ребенок сколько потреблял, столько и есть. Ирина Клементьева отметила, что подобные рейды будут проводиться регулярно. А поставщики продуктов питания будут приглашены на комиссию, в ходе которой будет принято единое решение по сложившейся ситуации. Просто повысить сумму расходов это слишком легко, поэтому будем требовать и от тех, кто выиграли конкурсы, принятие своих каких-то решений. И сами очень так же будем идти навстречу и совместное обсуждение позволит найти такое решение, когда дети наши ни в чем не ограничиваются в питании. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. А вот малый бизнес населения, несмотря на экономические сложности, демонстрирует устойчивую динамику. В одном только Батревском районе предпринимателями произведено продукцию и услуг на сумму около полумиллиарда рублей. Объем налоговых поступлений достиг 16 миллионов. На долю бизнесменов-аграриев приходится 85% произведенного в Батревском районе зерна, более половины овощей, треть всего картофеля. Однако сельским хозяйством занимаются лишь 35% предпринимателей. Столько же работают в сфере торговли, а 26% – в строительстве и на обрабатывающих производствах. Леонид Хлебников с братом владеют мастерской кованых изделий. Спрос на продукцию хороший. В Батревском и соседнем Комсомольском районах любят украшать свои дома, ворота у селян, как на подбор. Так что приходится постоянно обновлять ассортимент. Вот сидим, думаем, смотрим, там, там, по интернету, в кино даже, вот увидишь что-нибудь, и надо уж посмотреть, попробовать, пробуем. Получается вроде, работаем уж. Куда деваться? В районе две строительные компании, конкурирующие друг с другом. Единственное оружие в этой полезной для потребителя войне – качество, работа и услуг. Строят быстро. Во-первых, это помогает удерживать стартовые цены на жилье. А во-вторых, половина квартир идет на благое дело. Нашими силами осуществляется строительство 45-квартирного жилого дома. В этом доме приобретаются квартиры по социальным программам. Были куплены семь квартир детям-сиротам, также по младежным программам. Что еще? Строительство начато в июле 2014 года. Собираемся сдать в августе будущего года. Предприниматели Батаревского района активно привлекают кредиты на развитие своего дела. Но, как отметил глава администрации Николай Глухов, все средства возвращаются в срок. Нет ни одного рубля задолженности. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. Более подробно о том, как живет и развивается Батаревский район, в программе «По существу» сразу после новостей. А сегодня в Чебоксарах Донстарт новогодним представлением в Театре оперы-балета. Детей, получивших пригласительные на эту елку, поздравляют от имени главы Чувашия. Все участники, это две с половиной тысячи самых активных, талантливых и одаренных в различных областях школьников, из всех городов и районов Республики получат новогодний подарок от главы Чувашия с праздничной открыткой. Уже завтра ребят приглашают в Чебоксарский дворец детского и юношеского творчества. Там их тоже ждут развлекательная программа возле елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и много различных сюрпризов. Кроме этого, 46 школьников Республики 26 декабря примут участие в общероссийской новогодней елке в Москве. В составе делегации дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Школьники, добившиеся выдающихся успехов в учебе, дети социально незащищенных и многодетных семей, ребята, родители которых погибли при исполнении служебного долга. А 28 декабря 30 школьников Чувашии примут участие в новогоднем представлении в Нижнем Новгороде. До новогодней ночи осталось всего неделя. Это значит, что подготовка к празднику вступила в завершающую стадию. И как тут обойтись без главного атрибута – ели? Новый год – это время ярких красок и безудержного веселья. В каждой отдельной семье существуют свои новогодние традиции. Однако есть всеобщие, которые соблюдает каждый. Прежде всего, это украшение елки. В канун Нового года практически в каждом доме устанавливают живую ель. И украшают ее, пуская в ход богатую фантазию. Вот только мало кто думает о том, что в преддверии Нового года по всей стране вырубаются миллионы пушистых красавиц. Чтобы обеспечить население желанными деревьями, требуется приблизительно 6 гектаров плантаций с молодыми елями. Но с каждым годом желающих купить лесную красавицу становится все меньше. Если анализировать показатели проведенных аукционов за последние 3 года, то можно сделать вывод о том, что потребность в живых елях ежегодно уменьшается. В частности, в 2012 году по итогам проведенных аукционов было реализовано 1900 елей. В 2013 году 1000 елей. В 2014 году 500 елей. На аукцион выставляется определенное количество елей. И если жители раскупят не все елочки, то оставшиеся отправятся в родной лес расти дальше. Вот только такой исход событий нам в этом году скорее всего не грозит. Елки буквально сметают с площадки. Кстати, таких елочных базаров, где можно приобрести зеленую красавицу в столице Чувашии, 13. В день, если честно, вот это все разбирают. В вечернее время, в нерабочие уже, когда люди с работы вышли, они едут, смотрят, выходят даже со троллейбусов. Едут по своим делам, выходят, видят, все забирают. Ажиотаж большой, новогоднее настроение. Елка, она не только красиво выглядит к праздничному столу, но и пахнет соответствующе. Стоять такая красавица будет до середины февраля. По крайней мере, это обещают продавцы. А вот какую елку лучше всего поставить в своей квартире, живую или искусственную, каждый решает сам. Искусственную мы ставим. Искусственную, потому что настоящая она осыпается. Отсыпается, дети вводят. Да, но у нас в каждой комнате по елочке, в спальне елочка, в зале, на кухне. Мы очень к этому, очень ответственно подходим, все украшаем. Живую, конечно. Почему живую? Не жалко? Нету. Мы в деревне будем отмечать. За городом елки сами посадили. Растут. Разверять лес не будем. Искусственную, да. Ну, давно уже поставили, с ноября. Живую, во-первых, жалко. Пусть она лучше в лесу растет. В каждой семье свои новогодние традиции. Как правило, дома большой пирог, у нас новогодний гусь обязательно с яблоками. Ну и потом уходим на улицу, стреляем. Это фейерверки всякие разные. И катаемся на самках. Выходим гулять, салюты пускаем, прогулочки. В декатрах строителей выходим, там прогуливаемся, ел, хороводы проводим. А потом уже домой, спать. Всегда по-разному. Когда идем гулять, а когда к нам приходят по-разному. После 12 ночи мы идем на горку кататься всей семьей. Как и столетия назад, под Новый год принято обмениваться подарками. А вот елки, кстати, украшали раньше только на улицах, что и делают до сих пор во многих странах. Тенденция последних лет – елки в специальных катках. Потом их можно вернуть в лесхоз, где они продолжают расти до следующего года. Оливье, елочка, украшенная электрическими гирляндами и бой курантов. Все это доставляет нам не меньше удовольствия, чем в детстве. В некоторых домах окна и зеркала по старинке украшают бумажными снежинками и узорами зубной пасты. Кто-то старается встречать первые минуты Нового года в кругу семьи. Кто-то предпочитает нежиться на золотых песках Египта или Таиланда. Для каждого Новый год свой. Однако есть у нас и нечто общее. Это хорошее настроение, ну и, конечно, ожидание чуда. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова